так друзья всем здравствуйте сегодня у нас вот такая вот альфа rx альфа это rx была куплена буквально весной этого года 2023 и вот она уже моем гараже зимним за лето ее ушатали активно очень ездили набег так 9 131 в общем самое главное что эксплуатировалась она безбожно и очень жестко как это выражалось в общем занимались такой херней которые нужно заниматься на специализированной технике не на обычной дорожной так сказать но по крайней мере знаю товарищ на на заднем колесе ездил по этому цепи он все вытянул она цепь то новая но она уже натянута до самого предела и она вытянутой цепь то есть уже как бы тоже под замену но самое главное что такими трюками всякие вот этими дрифтом и всем таким он угробил мотор а конкретно первой передачи здесь вообще нет она прям даже не включается не щелкает ничего то все три передачи остальные щелкаются а вот вниз 1 вообще включается то есть нет ее от слова совсем ну и еще вишенка на торте кикстартер не маслает мотор заводится на только столкача вот в общем сейчас будем это все лечить исправлять чтобы это исправить нам нужно движку с этой рамы снять ну и соответственно располовить движок потому что коробки добраться по-другому никак не представляется возможным и так для чего мы сделаем так сейчас мы в общем давайте систему питания отключим наш чего-то надо начинать начнем с карбюратора я наверное вот эти два болта отверну то есть вот на этом месте я отсоединю от двигателя то есть всю систему питания то есть бензин с карбюратором потом что мы дальше видим колпак мешается вот так вот с этого уха внимаем все он нам не мешается просто висит давайте его куда-нибудь вот сюда задвинем чтобы он не мешался вот так трос сцепления тоже все просто вот здесь вот нажать на лапку и зацепа достать если что ослабить маленький трос этот регулировочном что еще мешается так видим еще проблемку на головке шпилька сломана то есть надо будет тоже шпилечку высверливать или попробовать выкрутить посмотрим как пойдет так дальше ну изначально конечно слить масло чтобы она нам не мешалась его в любом случае надо сливать с ним вместе ничего нельзя будет сделать потом глушитель то есть соответственно тоже отворачиваем чтобы на движку достать с этой стороны чем мы еще видим рама крепится на 2 как сказать болтах которые вот подвесные вот здесь вот ухо на движке и то есть вот на раму крепится ну и вот здесь вот придется снимать нам вот эту пружинку с тормозов то что она стоит на болту который тоже крепит двигатель то есть пока мы эту пружинку не снимем он ту гайку не отвернем ничего у нас не получится мы не снимем так двигатель вот с этой стороны как бы закончили сейчас покажем что нужно будет делать другой стороны с этой стороны тоже ничего сложного цепь надо будет со звездой вместе сразу снимем вон те две два болтика отвернем на звезде шайбу он там нас повернется и извёточка вместе с цепью снимется это я уже показывал как делать дальше опять что еще мешается провод стартера вот здесь мы это резиночка снимаем высот болтик отворачиваем то где вот вот так вот болтик а до отвертку потом массовый провод с той стороны со стартера мы отвернем тоже забыл сказать ну и вот эту крышку сейчас снимем посмотрим вот нам надо вот эти две косы отключить которые показывают передачу и которая идет на генератор вот эти они идут под крышку надо снять крышку чтобы посмотреть где и что нам отключить погнали так вот наша движка уже просто висит тупо на глушитель уперлась сейчас он приподнять ее вытащить в общем все смотрите вот болт вот отверстие там болт вот они два красавца лежат один конечно не родной это уже менялся болт трос цепление отключен тут нас все отключить отключили так глушитель отвернули здесь гаечку честно глушитель ослабим чтобы он сыграл еще немножко вниз так здесь здесь с этой стороны звезда закончилась конец ей звездочка сняли вот здесь вот около звездочки это болт с этой стороны здесь вот выше но на звездой вот здесь вот так фишки тут ничего сложного фишка на скоростях вот такая пять проводов на генератор вот такая 41 так здесь мы отключили так масса отвернули со старте сняли провод ну все нас ничего не мешает сейчас мы его вытащим вытаскивается он все вот со всей этой подножкой будет вместе она висит на двигателе кстати сделано вообще непрактично часто я видел что вот эти там уши отламываются на крепеже на подножке чем короче хренов сделано сейчас снимаем движок вот наша разоренная альфа зияющие дыра бля ха ха ничего нету ну и вот он соответственно двигатель лежит сейчас мы будем потрошить так начнем с того что и блин масло до конца слилось масло мазут короче походный раз ними не менялась нихрена так сейчас вот эти четыре болта отворачиваем это тут лапки подвесные все убираем с первым начнем потом маленько обдуем грязь воздухом из компрессора и будем разбирать двигатель обдули от рыхлой грязи от всякого песка всякого хлама конечно еще желательно помыть вообще было прекрасно но блин холодно на улице прям вообще не комильфо мыть здесь как-то неудобно тоже все это не в чем помыть двигатель ну ладно при сборке будем детали потихонечку отмывать начнем потихоньку начнем с того что снимем вот эти навесные лапки это переключение передач вот здесь вот болтик отворачиваем и лапку снимаем при необходимости отверточкой маленько вот этот проем и и вставляем и немножко раздвигаем по аналогии с этой лапкой которые заводная который раз там ничего не крутит также этот болт отворачиваем здесь также такой прорезь если она путь плохо идти маленькой и отверточкой растопырить погнали так лапка есть лапка есть сразу готовим местечко чистенькую тряпочку большую что все это сложить и накрыть чтобы ничего это не не царе не засорялась туда сюда в общем потому что неизвестно когда все это соберется когда будет куплено запчасти может прилетать и неделю и не знаю там может день как получится добыть железки так наша задача расколоть его вот поэтому месту то есть в принципе полностью разобрать двигатель ну чё же начнем потихоньку с обоих сторон нам мешается вот эта крышка вот эта крышка давайте начнем вот с этой снимем крышку со стороны генератора здесь все просто по кругу болты отворачиваем все что видим на этой крышке и крышечку эту полигонечку снимаем так крышечку увидели он она уже лежит наполняется начинает потихоньку наполняться на место куда детали у нас уходит для будущей сборки сейчас будем дальше продолжать разбирать эту сторону все это нам будет мешаться потому что коленвал надо нам освободить чтобы ничего навесного не было сейчас мы снимаем генератор гайковертом головкой на 14 этим гайковертом отвернем под гайку и спец съемником будем спрессовывать ротор генератора почему я разбираю сначала именно навесной из боков потому что при работе гайковертом чтобы цпг вращалась и нам не мешало мы ее потом разберем когда вот это все навесное снимем сейчас попробую заснять момент видите все шикарно прекрасная вещь гайковерт у кого нет гайковертом смотрим старое видео как я изъебывался когда у меня не было это чудо техники и так сейчас съемником мы спрессуем сейчас я вам покажу что съемник вот такой съемник приобретался магазине скутерных запчастей резьба шаг один я точно помню не помню 27 или 28 насколько не буду врать ну в принципе кто по ним в теме с ангелем померить и понять какая резьба вычесть соответственно шаг из из размера и получим насколько нужно резать ну меня покупной не самодельный съемник но все принципе можно сделать и так просто наворачиваем на ротор то специальная резьба есть и вот этим болтом сейчас мы надавим здесь мы ключом подержим все у нас рота сейчас прессуется так спрессовали мы ротор видим проблемы здесь вот где муфта обгона так здесь вот пружинки у нас короче просели здорово и ролики вываливаются толкатели не подталкивает в общем муфту наверное поменяем или может быть пружинки попробуем подобрать может что-то с этими сделать в общем будем смотреть сколько она стоит если не более дорого то принципе но вы поставим муфта обгона и все и будем заморачиваться что-то изобретать здесь у нас видно что немножко масло гнала из-под сальника то есть под муфты обгона сальник будем менять сейчас нас надо снять муфта обгона вот этот шестеренку вот эту конкуртор на старте которые с муфты обгона вместе совмещенные для этого этот болтик который придерживает эту шестеренку надо открутить эту убрать здесь вот стопорное колечко снять и всю эту конструкцию снять и убрать и надо будет убрать вот это нам обязательно будет мешаться успокоитель цепи стартера сейчас все это мы снимаем так вот у нас все на это дело убрали сейчас мы пока с этой стороной прекращаем переходим на другую сторону будем там ломать потому что задача как бы снять кольнвал у нас нет может даже крышечку снимать не будем посмотрим по ходу дела как это все пойдет в теории нас еще надо снять вот эту штуку надо тоже снять индикацию передач вот здесь вот болтик который придерживает датчик пластинка значит все открутить снимаем датчик такая пластинка с болтиком и вот вытащили фишку вот как бы с контактами переходим на ту сторону сейчас все убираем здесь сейчас первым делом отворачиваем крышку здесь тоже все просто болты по кругу крышка сцепления все по кругу болты отворачиваем крышку мы отделили от двигателя советую вам монтировать вот в таком положении потому что здесь вот некоторые детали которые могут вываливаться например вот эта втулочка она отсюда вылазит то есть так она удержится плюс вот это хренатень может вывалиться вот эти вот втулочки и рекомендую вам всегда когда вы что-то новое делаете да если вы там мотор по два раза на неделю перебирать такой вы все уже машинально помните что как делать делать фотофиксацию что где как стояла какой стороной что потом не думалось что-то неправильно собралось вот такие дела сейчас вот мы вот этот аккуратненько снимаем запоминаем как это было . с пружинкой вот так вот и вот здесь еще втулочка на подшипнике это же вынимаем так не хочет хочет заставим не может научим короче сейчас мы ее снимем не хочется подшипники сидит все это аккуратно складываем как это должно стоять чтобы не забыть то есть пружинкой туда такая втулочка пружинка упирается здесь буртик вот этой втулочки принц по-другому надо умудриться поставить так сейчас снимаем вот отсюда вынимаем втулочку и отворачивать эти четыре болтика под отвертку ну тут обычно ударный отвертка отворачивать потому что они нормально закручены можно с грани сбить так сказать сейчас попробуем что получилось я вот так например отворачивал из набора отвертка клея подключаем трещотку соответственно специальную биту и все аккуратно во первых упор хороший у вас отвертка плотно сидит болтики и все шикарно отвернулась все у меня легко довольно таки пошло вот так вот прикольно крышечку мы сняли ну так я легонько лоточком постучал она отошла здесь кстати вот накапливается грязь вот этой крышечкой здесь тип как тип центрифуги получается и поэтому грязь вот здесь вот скапливается как это конкретно и объяснить не могу в общем такие дела и конечно уберем перед тем как собирать обязательно здесь на хрен не нужно так дальше сейчас мы вот здесь вот у нас вот такая шайба стопор это стопорная шайба вот специально подогнутый лепесток чтобы нас гаечка вот это не отворачивала сейчас мы вот это все отверт лепесточек вот этот вот от огнем подденем каким-нибудь шильцем лишь тем и отвернем вот эту гаечку покажу чем так я отогнул лепесток отогнул да теперь надо либо спец ключом либо таким спец ключ который я сделал с головки не помню то ли 19 или 22 головка была сейчас уже не подскажу точно либо на худой конец можно использовать обычные зубила с мотком то есть устал пираем зубилом и под страбежные силе вот так вот выкручиваем также заворачиваем то есть я по первости использовал зубила потом решил заморочиться когда у меня появился грековер думаю деки я сделал еще вот такой ключик но опять же на просторах интернета увидел давай сделаю так ну что ж мы сейчас заворачиваем снимаем сцепление дальше будем продолжать так отвернули гайка с шайбой а дальше я предлагаю чтобы не забыть что как лежало друг на дружку все перекладывать то есть вот эти вот шестеренку уложим туда на сцепление накрываем вот этой шестеренка соответственно тоже также переворачиваем ее так дальше тут вот еще какой-то сепаратор тоже сюда ставим и здесь и должна быть шайба а вот это же также перекручиваем вот все у нас по ходу лежит то есть в этом же порядке будем собирать теперь вот этот стопор снимаем снимаем вот эту шестеренку первичного вала так получается так шестерню мы сняли и что у нас здесь в общем вот крутим копирный вал вот 2 до передача 3 включается дальше 4 все четенько 3 так крутим крутим да что то вот вторая нейтраль она первая у нас что-то мешает она не перещелкивается копирный вал не идет на первую передачу так здесь мы пока ломать прекращаем сейчас разберем цилиндро-поршневую группу также здесь уже близится к тому что мы будем половине двигатель сейчас короче мы наверно не буду на этом внимание сильно заострять сейчас вверх вот эти болты отворачиваем здесь вот натяжитель цепи отворачиваем убираем дальше вот этот болт отворачиваем эту крышку снимаем с распредвала отворачиваем болты три штучки звездочку с цепью снимаем вот этот болт отворачиваем вот этот снимаем головку здесь у нас пока этим цепи стоит его потом принципе сначала головку снимаем ну и соответственно потом еще вот этот болт отвернем скинем цилиндр вроде как бы все подробно рассказал ну что ж цпг мы разобрали все вон там в куче лежит дальше сейчас мы откручиваем вот здесь вот шестигранник и снимаем фиксатор передач сюда вот на копирный вал он идет все просто шестигранник отворачиваем и просто снимают пружинку потом когда надо место поставить вот погнали сняли фиксатор теперь вот этот я маленько оттопыриваем чтобы она вышла из зацепления с копирным валом и лапку вместе с этой тягой вынимаем это слабкое переключение передач с механизмом все складываем туда дальше дальше мы сейчас отвернем вот здесь шестигранник это он крепит копирный вал вот к этой половинке мы тоже вот вернем и думаю нам придется отвернуть вот этот пластина которые не знаю фиксатор тоже скоростей как он называется не знаю не помню на машине забыл вот вот сейчас отвернем тоже потому что как видите он такой крупный ну половинка не снимется вот это вот перед тем как отвернуть я на всякий случай пометил как вот она стоит вместе с копирным валом там пометку маркером сделал сейчас мы отвернем так теперь че теперь че сейчас по кругу вот здесь все болты тоже на половинках есть вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот отворачиваем и попробуем располовинить открутил болты и половинка с легкими постукивания вот сюда вот вот здесь вот выступ который держит подножку пару раз молоточком аккуратненько тюк тюк и все у нас отошло и половинка снялась так сразу же причина была найдена вот здесь вот у нас а вот видно вот на этом валу ни одного зуба не осталось опа например один зуб я вижу вот лежит вот здесь поэтому нас не работала подножка потому что подножка цепляет вот этот шестеренку на нейтральном положении чтобы нас не происходило вторичного вала вращения она вот соцепление с той шестеренкой крутит первичный вал и он нас вращает коленвал то есть так вот здесь тоже опа один зуб закончился на этой шестерне здесь только один там нет вообще ни одного закончились совсем так сейчас мы все это вытащим посмотрим повнимательней вот так вот это выглядит все трубуху мы вытащили эти шайбы которые стоят они должны стоять например вот под этим валом шайба здесь на головке ой на половинке здесь шайба вот на этом валу стоит только с этой стороны уже на этой половинке посмотрим вот эти зубья на просто везде вот здесь например где масляный канал где забор масла идет точнее да на насос вот они все здесь скопились практически некоторые конечно еще здесь лежат вот в итоге у нас так первичный вал лысый здесь нет зуба ну в общем коробку под замену любом случае копированный вал оставим вроде он как нормально нигде вроде вилки в порядке все как бы неплохо вот такие дела в общем берем коробку и будем собирать все это дело в зад вот в общем такие дела по итогу нас мотор вот такой от кучи сейчас будем покупать железки cpg то есть цилиндра поршневая группа тоже под замену на цилиндре царапины глубокие вот поэтому будем мы это дело менять большая вероятность что жора масло после сборки то есть надо сменить сейчас мы все это дело накрываем чтобы нас это пылью грязи не покрывалась ждало своего часа так друзья хорошие новости сегодня мы будем снимать сборку двигателя найдены нужные нам запчасти соответственно набор прокладочек без него никак уже прокладку на половинку уже накинули половинки отмыли в керосине что еще зубья все вытащили которые были половинку лежали все зуби на месте 11 зубов вот с этой шестеренки которые лысые полностью ну и один зуб отсюда как видно вот он один поменьше а эти зубья побольше вот то есть лишних запчастей у нас половинках не осталось дальше что еще купили коробку новую сборе вот она ну она поделась в принципе там как-то в интернете есть отдельно шестеренки но нам нужно были коробка целиком потому что вот этот шестерен который слизана она на валу в общем не стали заморачиваться взяли новую коробку разницы вообще не значительно 1 шестеренка стоит блин как чуть ли не треть коробки проще взять сборе и чуть-чуть докинуть и никаких проблем не будет все будет новые все будет шикарное дальше взяли обгонную муфту вот она которую я показывал хреновый там ну и колечки соответственно на 110 кубов вроде как основное что мы есть взяли один момент сейчас вам хочу показать на альфах ну дельтах и на питбайках это уже понял потому что прошлый раз мы снимали питбайк коробки бывает двух видов под сепаратор как вот здесь сделано ну или игольчатый подшипник еще по-другому или под подшипник посадочная идет вот на эти места вот даже вот на это место и вот это место так соответственно это посадочная вот на этой половинке тоже подготовили отмыли старую прокладку сняли и так дальше вот покажу в чем разница это вот коробка если кто нас внимательно смотрит на питбайке который мы меняли из вот эти вот посадочные вот видим на здесь на 12 здесь почти на 14 идут здесь тоже на 12 здесь больше ну давай покажу вот сравнение да видно больше другая меньше так что не перепутаем иначе у вас будет лишний новую коробку смотрите такие вот половинках идут посадочные под коробку и соответственно вот эти волны разницы не не имеют то есть они одинаковые только вот эти посадочные очень будьте внимательны и чтобы не купить ту деталь который вот будет просто валяться ну что ж теперь сейчас мы все это дело будем устанавливать берем наш копирный вал берем наши так вот этот сразу эту шайбу сразу мы положим сюда где она должна быть вот а на этом валу шайба сверху будет так вставляем наш копирный вал сейчас конструкцию сразу соберем вот так вот опля опля все что вот эта шестерня была вот с этой шестерней она также служит для заводки двигателя поэтому нас и проскальзывала подножка потому что здесь ни одного зуба не осталось так теперь всю вот эту конструкцию мы сейчас установим на эту половинку на большую где коленвал у нас так копирным валом этим ответ этим местом где у нас так у нас здесь индикатор ну то есть к во первых крепежное место половинки чтобы нас не болтался и индикатор переключение передач вот соответствует этой штукой наверх где у нас здесь лапка будет и фиксатор передач так и вот это все дело мы сейчас сюда ставим всю эту конструкцию смотрим что у нас шайбу нас никуда не убежала так тут мальничка так зараза так все это дело у нас на месте все валы копирный вал так сейчас так у нас дубль 2 поставили мы чтобы коленвал у нас не упирался не выпрыгивал на цилиндр от 150 кубового скутера сейчас у нас уже на плоскости лежит и сейчас аккуратненько заново ставим все опять так же все ставим всю эту конструкцию заправляем сюда так 1 опа все друзья сидит родная так вот шайба сверху та шайба под тем валом дальше теперь нам нужно накрыть другой половинкой вот кто смотрел нас раньше мы вот эту конструкцию разбирали ну товарищ подсказал типа нахрена вы разбираешь ну сенсей мой так сказать вроде я просто этим делом то занимаюсь ну вот именно конкретно коробками всего лишь нам третий раз ну вот эти альфа дельта то четвертый да немного мы еще этим занимались но если руки есть долова светлая все получится ребят не бойтесь делаем так здесь просто надо сейчас все установлено вот здесь приблуда правильно нам просто надо сейчас чтобы вот этот выступ встал вот на этот вот подъем надо на место заправить на уступ сюда вот взвести короче пружину оп взводим на уступ так сейчас я покажу еще раз вот взвели на уступ держится так ну блин короче чтобы показывать все это держать заправлять надо будет но в общем когда мы взводим у нас вот этот уступ в раз будет вставать вот на эту площадку и вот это все будет вот так раздена конструкция и вас не будет на ходу все это шуршать сейчас скажи вот когда вы начинаете дрынкать с уступа сползает вот эта хреновина встает зацеп с этой шестерней и вот через эту первую передачу все у нас вращается передача идет на коленвал то есть вот это вращается вот этот первичный вал по-моему этот вторичный да если передача с коленвала на вот этот вал сначала потом на этот значит первичный вторичный то есть вторичный на первичный и масла это у нас движок сейчас мы все вот это дело заправляем чтоб стала вот эта шлицевая часть вот в это отверстие вот эта посадочная вот сюда в сепаратор ну и копированный вал вот в это отверстие и здесь у нас чтобы эта хреновина у нас стала вон туда ну что ж погнали так взводим пытаемся все это скомпоновать все это дело оп хе-хе сейчас короче блин нет так сука сука не хочет короче нам проще бы разобрать всю эту хуйню и сделать по старому да ну ладно ребеночек пока так давай сначала так немножко мы ее приложим так сказать немножко опустим потом уже заведем оп 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 о бля смотри к то как так значит надо подпозже ребята маленького все это дело заводить сначала сначала утопить а потом уже все это дело заводить так так ну все у нас там уже на выступе вон стопе стоит все не болтается так 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 наверное зазреваю что маслонасос не попал на место сейчас так друзья у нас все село еще момент вот здесь шлиц в маслонасосе и здесь вот шлиц на шестеренке который на маслонасосе сейчас он идет таким штоком сюда насосу старайтесь сразу же выставить чтобы попалась ровно шлиц в шлиц вот сейчас нам пришлось тут что-то изъебываться подкручивать попадать все ужас у нас села сейчас шикарно но это вовремя не посмотрели вот на этот важный момент вот смотрите все у нас приземлилась как надо сейчас мы сейчас мы делаем чё сейчас мы прикручиваем на место сейчас мы прикрутим вот эту пластину которая нам бы мешалась если бы мы ее вставили на месте как бы вот видите да у нас не вылезло бы я видите пометил маркером как оно должно лежать вот тут в принципе если я не знаю если другой стороной поставите она у вас ничего работать не будет то есть вот так тоже она у вас уже лежать не будет неправильно то здесь вряд ли вы ошибетесь даже если не замечая потому что вот они из передачи они должны перещелкиваться то есть вряд ли вы с этой хренью так так ладно мы и попозже протянем потому что с половинки начали разъезжаться потому что Коперный вал уходит куда-то, не туда, куда надо. Так, сейчас мы ставим, отмоем, сейчас и поставим механизм переключения передач. Так, ставим механизм переключения передач. Вот в это отверстие вставляем. Так. О, бля, насальник не хочет. О, бля, не цилиндер еще мешается, зараза. Вот так. Так. О, бля. Вот у нас все на месте. Теперь сейчас еще фиксатор передач поставим. Фиксатор передач. Так. Ставим фиксатор передач. Стигранчик на 5 берем. И вот сюда вот мы все это дело прикручиваем. Не протяло. Да, хватит. Так, ну-ка. Давайте поклотцем передачи. Сейчас она стоит на 1-й, по-моему. Так, ну-ка. Ну да. Идет передатка на 2-й. Дальше. Должна быть нейтраль. Опля. Да, нейтраль. Другой вал не крутится. Дальше. Вторая. Ага, пошло. Ну, с этой стороны ты не поканешь, не увидишь. Вал с другой стороны, которая именно на шестеренку идет, передача. Дальше. Так. Опля. Третья. Зацепь есть. Ну и... Так. Опля. Четвертая. Так, ребят, все вроде плотится нормально. О, бля. Так. Сейчас вот эти болты по кругу сюда вот накидываем и сворачиваем у нас двигатель. Так, вот так, чтобы... Подбираем болты, чтобы вот, ну, где-то на палец, ну, может, на сантиметр-полтора, я не знаю, сколько здесь, да? То есть они, соответственно, разной длины. Допустим, вот этот, как видите, сюда не подходит. Здесь надо покороче бомб. Да, вот, например, вот этот вот болт. Нет, этот короткий уже. Ну, в общем, здесь, знаешь, что? Здесь просто с ухом идет. Вот с этим ухом под этот вот вот эту штуку. Поэтому он чуть-чуть подлиннее. Вот так вот. Вот этот болт вот отсюда. В общем, по кругу их раскидываем. Так, вот этот еще с ухом должен быть вот там внизу. Сюда аж шланчик с карбюратора через это ухо проходит. Вот здесь вот. Должен быть вот тут вот. На штук я помню. Таким-то этим протягивается. Двигатель мы саполовинили. Сейчас. Сейчас мы вернем копирный вал и сразу же механизм индикации передач. Так, вот у нас. Вот здесь вот. Вот этот вот шпилечку тоненькую. Смотрите, не излуродуйте. Ее нужно вот в прорезь вон что на копирном валу аккуратненько поставить, чтобы все у нас работает для передачи. Переключались, показывали. Сейчас у нас легла. Отверточка пошевеляем, посмотрим. Немножечко. Все, на месте. Все, в прорези. Все четенько лежит. Вот, отсюда смотри. Вот тут, если где прорезь, вот отсюда видать, косок, смотри. Вот и шпилечка видать. В общем, она там. Глазами видно, что он все встал на место. Сейчас мы этот болтик заворачиваем. Сейчас мы завернем. Вот тот болтик с другой стороны тоже завернем, протянем и попробуем по колодцам передачи. Пойдет. Вот здесь. Блин, не получается. Так. Так, все, вот на последней передаче, на первой встал, да? Угу. Да. Делаю передачу. Так, наоборот. Оп. Нейтраль, да? Посмотри, видишь, у нас здесь с этой стороны не маслается. Все, допустим, назад перещелкну. Вот. На первой, да? Оп. Пошло. На жару, да? Сейчас. Оп. Нейтраль. Нет никого. Дальше. Что-то. Блин. Раскрутил, если бы болт отвернулся сразу. Ох. Так, первый, да? Нейтраль. Так, нейтраль, да? Вторая, да? Так, нейтраль. Третья, четвертая. Третья, четвертая. Третья. Третья, четвертая. 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 один из этапов в ремонте это замена вот этот обгонной муфты который мы купили три болта выкручиваем из генератора видите они в резьбовом клее так эти болты видим да налет какой-то красноватого цвета это резьбовой герметик типа такого как используем и такой же красный трибопласт он бывает еще синего по моему зеленого цвета зеленый точно видал синего возможно тоже не удивлюсь так и так отворачиваем три болта и вот эта обгонная муфточка у нас опа все сошла дальше также мы эту новую обгонную муфточку сюда прислоняем и опять же эти болты сейчас смажем трипопластом немножечко здесь ну или может там на резьбу нанести и опять же заворачиваем довольно таки прилично от руки до чего этот клей чтобы от вибрации от вращения то здесь большие обороты то есть чтобы у нас не отворачивали все эти болты и нас не случилось какая-то неприятная хрень вот так сейчас мы пока делаем это дальше давайте еще покажем что у нас движком я при приложил ножку и у нас опа о чудо у нас все работает механизм короче подножка крутит первый так это вторичный рвал и первичный извините путаюсь какой-то первичный первичный по моему скальнвала да да а первичный а вот это уже вторичный который идет уже на уже на как бы на ходовую часть так что первичный вращается значит у нас будет вращаться двигатель все сейчас мы будем дальше навешивать здесь оборудование все вот погнали что друзья давайте начнем потихоньку компоновать наш двигатель и так давайте с какой-нибудь стороны начинать например с этой да так что у нас тут вот так приложим так ну что вот это сначала шестереночка поставим это шестерня спи с коленвала на блин боюсь ошибиться первичный первичный давал передача и из первичного соответственно от коленвала идет через коробку уже на вторичный который вот там идет снизу на на цепь на заднюю звезду соответственно так стопорная стопорное колечечко сейчас мы ставим на место так берем наверно эту хиротень куда так есть не оденется не будем учиться сейчас возьмем спецключ вот так на месте дальше вот это все хренатень сцепление помнить как мы делали при разборе чтобы не перепутать всем так рекомендую друг на дружку так переворотом накидывается детали соответственно тут шайбочка методом переворота у нас встает вот так сюда опля дальше штулочка шестереночка вот так сначала . шестереночка готова корзина сцепления с диском дисками здесь вот диски как-нибудь тоже разберем посмотрим где-то у нас валяется так вот можно в принципе эту хренатеньку накинуть а потом уже сверху вот эту хренатеньку вот так так забыли здесь почистить начислять все это вычистить грязь надо убрать ну и ложим стопорную шайбу и гаечка притягиваем сейчас на спец ключом ее привернем так почти так только нужно будет снять не получится придется держать кому-то очень хорошо другому вы ковер там притягивать притянуть так ну и вот на стопорной шайбе ну вот смотрите вот у нас одно один лепесток совпал мы сюда загнали чётенько да все застопарили эту гаечку теперь эту крышку закрываем прокладочку все посмотрим новое если есть на наборе ставим снето ставим эту принципе и это нирвана и все нормально все чики-пуки пойдет и 4 булочка так вот накрываем 4 булочка заворачиваем ну я тяну крест накрест вот так вот теперь вот эту хренатень так и в заключительный момент так в заключительный момент только надо сейчас будет его повернуть на бок двигатель потому что так сейчас мы крышечку давайте тоже ополоснем вот эта хренатень вываливается из механизма сцепления так сказать поэтому надо будет ставить на бок и то есть вот так сбоку ну чтобы не вывелись эту хренатень компоновать и смотреть чтобы не вывелись еще вот эта хрень тоже может выпрыгнуть пипка ну вот еще вот это блин кто-нибудь в комментариях напишет как это называется точно точно не знаю пипка блин зараза не хочет удачи все видали так она выглядит сейчас мы здесь маленько мы протрем а ну и прокладку соответственно конечно же не забываем прокладочку вот здесь направляющие мы наверно на эту крышку наложим прокладку мы уже так соберем наши направляющие остались на крышке вот они могут остаться здесь в движке так ну что ж сейчас готовим крышку и компонуем так ну что прокладку поставили компонуем прокладка как ставится вот вал в отверстие и вот это все дело пошло-пошло-пошло-пошло на сальник попасть значит что сделаем маслица смажем смажем маслицем вал этот вал чтобы на сальник легче прошел здесь вот сальник стоит тут масло не гнул соответственно с этого вала заводного сейчас мы его маленько к маслицам подвесили блядь ты ебаный его тварь да даже бутылка стояла да точно щелкнула бутылка ребят чтобы после второго или третьего раза я понял что чтобы не делать все мозги направляйки снял с крышки переставив на картер прокладку повесил сюда чтобы она не понадвижущейся детали была не на той которая одевается потому что она слетает поставим в заразах снимается легко довольно-таки относительно поскольку у меня обжимаете легенько и вращательным действием наверх передомаете то есть как-то так ну как-нибудь покажу так ну что ж попытка номер 3 прошла успешно что-то еще что-то еще вытягивать крышку за лапку дергаем работает вроде все на месте что ж сейчас кидаем болты по кругу перевертываем крышку по кругу болты кидаем ну и по кругу болты заворачиваем ну в общем вот чтобы понять 1,2,3,4,5,6,7,8 болтов по кругу заворачиваем и одна сторона у нас собрана так покажи железки там исчезают кончаются становится меньше а мотор все более собранный так ну давайте откроем все-таки вот эту крышечку проверим ли там сколько болты хали цепь как там лежит все ролики и будем собирать эту сторону генератор поставим направляющие огонную муфту ну что ж давайте собирать эту сторону я думаю да так эту хрень потом поставим сюда вот сначала давайте огонную муфту генератор ну и так вот так поставим вот так опа все село в сальник отлично сейчас ставим успокоитель на месте теперь стопорное колечко отсюда вот нашей приблудой так сейчас вот проще проще вот так сразу прицелиться потом уже оп все щелкнуло на месте теперь вот эту приблуду пластина пластина у нас препятствует выползанию шестерни это шестерни стартерные из сальника сейчас вот покажу как это работает чтобы не провернулась пластина упирается вот алюминиевый выступ вот так раз и так делаем ключик на 10 все аккуратненько откручивается все вот у нас просто раз раз и дальше не выходит все на месте так теперь мы сейчас будем ставить генератор так здесь все на месте стопольное кольцо поставили на эту херобору поставили упакатель поставили ну все ставим обгонную муфту с генератором и приворачиваем гайку генератора из нового муфта обгона вот эту хренатиньку вынимаем обязательно ну и все это дело на место так ориентируемся на шпонку вот здесь шпаночка и все это дело сейчас будем нахлобучивать так сейчас ролики попали на место так сейчас мы не хочет подожди сейчас мы не хочет заставим не может не может на уши да так сейчас покрутить и они все встанут вот 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 так вот так как-то так как-то так видишь оно работает все видишь в одну сторону холостую в другую сторону крутит наше все это дело на шпонку гайковертом присобачиваем опять же сейчас ты мне помогаешь точнее я держу генератор чтобы он не крутился ты гаечку вот эту сейчас гайковерчиком подобьешь так друзья давайте вам покажу как снимает направляйку аккуратненько полцогубцом обжимаем и стороны стороны покачиваем маленько вверх приподумаем все здесь легко снялось но не всегда все так радужно и классно здесь уже въелась направляйка прям в крышку короче попробовал ну ржавела не очень хочет прям не хочет так сказать так что в таких случаях не всегда получается их извлечь не крутится ничего то есть на мир потом встало блин и не хочет вылазить вот такие дела сейчас в общем ставим сюда новую прокладочку у нас прокладочки почти кончаются тоже так опля 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 так вот это еще будем подать ну и генератором крышкой накрываем все это дело завернем попалось как надо так так сейчас мы все это завернем а вот это болты у нас подходит к концу здесь вот такие четыре болта подвернуем когда какую длину но тут длиннее значит да вот смотрите друзья прикидывайте чтобы вот ну блин на палец оставалось это для резьбы если у нас длиннее торчит болт например нет вот так ну все он уже не отсюда значит нужно искать другое место так что резьбы у вас не хватит где-то вот так на пальчик на на мизинчик там не знаю а если соответственно проваливается до дна значит ну не отсюда болт вот видишь так раз вот длинный болт приколагу что отсюда вот видишь тоже да пунель подходит и еще вот отсюда болт это индикатор это индикатор у нас при включении передач так здесь вот смотрите сразу же механизм на этот ну мы показывали как поставили да здесь вот такой выступ вот в эту ложбинку надо попасть так так еще не понял а тут эта резинка выше должна быть и думать что-то как-то она это слишком близко расположена вот так так вот тут выступ о легло смотрите все шикарно у нас легло на место да хироборо да хироборо и вот видите специальная такая еще одна хироборо которая делает так чтобы это хироборо не вывалилась у нас так вот так вот ставим пластинку вот эту а вот тогда она за сраку прижимает херню и вот так вот и сейчас мы ее привяжем убирать и сраку держим да чтобы она не вылезла сейчас закручу покажу не видно ни хрена да лапу свою расставил да вот так вот таким макаром вот так вот так блин надо это проворачивать вот так это прям сухая добавка вот поймали нейтраль ну что друзья сейчас мы что мы делаем открываем вот эту вот заглушечку пробочку выставляем мертвую точку и собираем цилиндропрошневую группу так наверное цилиндропрошневую группу как собирать мы показывать не будем это все уже жевано-пережевано уже на нашем канале не знаю сколько видосов ну штук пять наверно точно так вот что осталось как бы осталось в принципе цилиндр поршень ну кольца мы меняем однозначно и головку еще посмотрим клапана текут текут обслуживаем ее и там почистим помоем клапана конечно регулируем и попробуем собрать так да давайте сейчас соберем цпг здесь смотрели ролики все в порядке все у нас нормально как положено цепочка на коленвале оп за цепочку дергаю коленвал нас лавится так вот это кстати кусок прокладки натираем она нам не нужна уже это остаток прокладки когда мы собираем половинки чтобы у нас не расползалась прокладка то есть целостность прокладки создает вот теперь уже все она у нас обжата мы ее уже убираем так что погнали цпг так покручиваем заглушку ну и сейчас будем искать мертвую точку уберем подножечку нашу и аккуратненько а ой 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 аккуратно и 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 по и и и и и риска все совпал идеально сейчас мы вообще в принципе уже можно выставить эту точку я сразу обычно вставляю звездочку так что отсюда покажи нет другой стороны метка с отстранного то меточка а должна быть между шпильками посередке заметно ровно стоит вот отметка должна быть на эту метку который ровно наверху головки вот и сейчас будем вы видно видно клад так уж прям подробно так сейчас ставим поршень с кольцами не будем показывать хитрости особо нету ставим надеваем кольца палец стопорный кольца обоих сторон и дальше покажу что как с цилиндром еще так поршень накинули стопор с этой стороны с вопрос этой поршне буковка in наверх дальше смазываем маленько делаем расход колец прокладочку поставили направляйка сюда и вот сюда направляйка и еще вот здесь внизу колечко уплотнитель резиновое нужно стоять вот ну все сейчас смазываем цилиндр маслом и накидываем так цилиндр на месте так здесь тоже сверху но прокладку ставим вот здесь вот направляющие и вот здесь вот наискосок направляющие здесь тоже прокладочка должна быть где канал слива масла так сказать с головки сказать тоже непонятная прокладочка . так теперь вот здесь вот болтом притягиваем цилиндр конечно сомнительно такое решение отминаем под отвертку ключом здесь не подлечь головкой тоже ну хренатень короче из придумано ну поставьте под 8 с при шайбой и головкой можно было пользоваться в принципе я думаю короче сомнительное дело так теперь мы сейчас ролик сейчас вот здесь между цепи прогоним и нам надо я вот здесь вот таким вот болтом поймать что в ролик оделся вот на эту часть который будет внутри вот там вот сейчас я поставлю вам покажу ролик там внутри здесь вот подтянули болтик с осью специально который ролик крутится ну и все у нас готовы к установке головки сейчас этим будем заниматься так дорогие друзья мы потихоньку продвигаемся завершению сборки двигателя я буду ставить головку прокладочку мы поставили не забываем вот сюда вот резиночку вот сюда вот такая металлическая втулочка с какой-то там резиночкой так шпилечку новенькую поставили здесь была обломана вот сейчас короче одеваем головочку заправляем звездочку крым так посмотрим что здесь так 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 здесь маленечко уточка у нас вылезло сейчас мы ее туда заправим здесь вот в какой-то отверточкой ковырнем и 0 дабель 2 так 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 Получился у нас, так, шестереночку, шестереночку, так, так, сейчас, секунду, шестереночку надеваем на распредвал, сейчас вот там ковырнем отверстия, что совпали, здесь вот метка совпала с этой меткой, все шикарно. И прикручиваем, сейчас здесь болты, вот здесь болт прикручиваем, надеваем крышку и заворачиваем здесь четыре гайки, шайб, не забываем шайбы подложить. Так, здесь завернули, тут завернули, здесь болт тоже не забываем, сейчас ставим натяжник отрезиновой подушечкой наверх. Так, пружинка, пробочкой поджимаем. Так, сейчас протягиваем здесь, и потом ставим еще сюда вот крышечку. Так, вот здесь вот выступ на крышечке, он должен вот сюда вот встать, вот так вот, как своего рода упор, и болтом вот этим через головку прикручиваем. Сильно не тянем, иначе можно крышку легко сломать, ну так, до тела, надо чувствовать, как это все. Вот, сейчас прикручиваем это. Так, все, поставили крышечку. Бежник довернули, эту пробочку не забываем тоже. Она нужна, чтобы туда всякой грязь не залетала, пыль. Так, теперь у нас осталось еще накинуть вот эту хренотень подножки с боковой подножкой. Так. Оп-ля. 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 Теперь вернем. Пока так можно, у нас масла еще нет в двигателе, ставим эти подножки. Таким макаром подножки, чтобы была с водительской стороны. Так, сказать, с левой, да, с левой стороны, если двигатель поставить, что она должна быть с левой стороны. Так, сейчас болты накручиваем. И можно ставить двигателем, а еще поставим лапки, там вот эта скоростную и заводную. И будем движок вешать на раму. Ну что ж, двигатель готов к установке. Лапки мы навесили. Так, вот то, что осталось. Ну, это колечко еще пойдет под глушитель. Вот, осталось практически ничего с прокладок. Так, вот это колечко. Кстати, надо тоже пново поставить под крышку. Дальше. Вот эти вот бракованные, да не бракованные, а изломанные детали, изуродованные. Коробка, обгонные муфты, под колец, коробочка, под колечки, старые прокладки. Ну и все. У нас ничего, ни одного болта, ни одной железки не осталось. Так и должно быть. Если у вас ничего не осталось, значит все на месте. Сейчас будем вешать на раму. Понеслась. Сейчас будем вешать на раму. Сейчас будем вешать на раму. Сейчас будем вешать на раму. Вот и тракт. 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 На этом все. Всем до скорых встреч. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Вот и тракт. Вот и тракт.